Столичные мунсоветники от ПДС обвиняют мэра столицы в некомпетентности. Народные избранники утверждают, что Ион Чебан якобы знал о коррупции в сфере питания детей в школах и детских садах. Реакция последовала после того, как накануне были задержаны глава предприятия общепита на ботанике и трое экономических агентов. В ответ столичный градоначальник заявил, что ничего не знает о преступной схеме. Всякий раз, когда я просила провести проверки, мэр не желал и пальцем пошевелить. Введение этих муниципальных предприятий поступают наличные от обедов, купленных детьми, а также из школьных буфетов. Доходы комбинатов очень сложно контролировать, потому что процесс закупки продуктов питания происходит напрямую, без тендера. Бывшая советница от ПДС, ныне депутат парламента, утверждает, что в прошлом году она обнаружила нарушения на предприятиях общепита, поставляющих продукцию в школы и находящиеся в ведении мэрии Кишинева. Анжела Мунтиану Пажогу установила, что в одной из таких компаний, базирующихся в секторе ботаника, продукты закупали по цене, намного превышающей рыночную. В то же время в ПДС утверждают, что директора, назначенные Ионом Чебаном, якобы толерантны коррупции. Мы просим, чтобы конкурсы на должности директоров организовывались открыто по принципам меритократии, чтобы можно было подобрать профессиональных и компетентных людей. В ответ Ион Чебан утверждает, что ничего не знает о том, что происходит на муниципальном предприятии, куда вчера нагрянули правоохранители, а виновные, по его словам, должны понести наказание в соответствии с законом. Я не знаю его лично и не могу высказаться. То есть вы не знаете, что происходит в компании? Я не знаком лично с господином, которого вы упомянули. То, о чем вы мне рассказали, я узнал сегодня из СМИ. Я не в курсе слишком многих деталей по этому поводу. По данным НЦБК, задержанный по подозрению в коррупции чиновник, предположительно заключал договоры с поставщиками продуктов питания для школ и детсадов, требуя для себя отдельный процент вознаграждения, причем поймали его с поличным в момент получения денег в рабочем кабинете. Правоохранители провели обыски в кабинете подозреваемого и его предполагаемых сообщников, трех администраторов в компании поставщиков. В результате были конфискованы крупные суммы денег в разной валюте и документация, свидетельствующая о нарушениях. Подозреваемых задержали на трое суток. По данным правоохранителей, муниципальному бюджету был нанесен ущерб в особо крупных размерах.